Это идеальное место для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе, говорит Ирина. В парк Мещерский они с супругом приезжают регулярно. Здесь можно и природой насладиться, и здоровье улучшить. Видно, что за парком следят, потому что все вычищено, и видно, что это с любовью сделано, и для людей. И в выходные здесь вообще прям толпы целой демонстрации ходят. Нам еще нравится вот эта тренажерная площадка. Мы таких, честно говоря, тренажеров даже в Европе не видели, в парках. То есть они впечатляют, они прям сделаны качественно. За 11 лет парк сильно изменился. В лесном массиве проложили дорожки для бега и прогулок. Спортивный инвентарь можно взять в пунктах проката. Для любителей футбола, волейбола и баскетбола оборудовали специальные площадки. Самые маленькие посетители могут весело провести время на аттракционах. Для удобства отдыхающих парк разделили на две части. Нам кажется, это правильным разводить потоки. То есть если в этой зоне, где мы сегодня гуляем, мы принимаем семейных, как бы, да, с детьми, давая как бы приоритет на детские площадки, то спортивную аудиторию мы в большей степени ждем там, предоставляя возможности комфортно припарковаться. Там большой пункт проката. И много возможностей для проведения спортивных соревнований. Здесь регулярно проводятся беговые полумарафоны. Зимой на трассе в 50 километров лыжные гонки. Сохранить лес и поддержать территорию в чистоте – одна из приоритетных задач руководства парка. И главное – пожелание его посетителей. Чистота урн была бы, я думаю, самое лучшее в этом плане решение. Чтобы люди не искали, куда это выбросить, а так как лениво ходить, можно бросить здесь. Вот, в остальном, в принципе, все нормально. Последние годы здесь они построили, беседки сделали, благоустроили все. Но еще есть к чему стремиться. Глава округа поделился опытом в области оформления и организации пунктов питания и обеспечения безопасности в Одинцовских парках. Взял на заметку удачное оформление контейнерных площадок и павильонов. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.